Всем привет! В этом видео поговорим о том, что новый министр обороны Великобритании сообщил о плачевном состоянии дел. Вступивший в должность министра обороны Великобритании Джон Хилли от Лейбарийской партии по факту беглого ознакомления с доставшимся ему хозяйством сообщил жителям Великобритании при неприятную новость. В эфире телеканала Sky News Джон Хилли отметил, что британская армия опустошена. Сухопутные военно-морские и военно-воздушные силы бессильны перед внешней угрозой. В британской армии укоренился низкий моральный дух, обусловленный низким денежным довольствием военнослужащих. Флот испытывает острейший дефицит кадров и кораблей. Ветераны британской армии поголовно жалуются на невозможность получения обещанных им ранее Эльгу. Проблемы в оборонном ведомстве оказались гораздо серьезнее, чем думалось ранее, заключил Хилли. Указанные слова Хилли, однако, не повлияли на планы нового британского премьера, также Эльбариста Стармера, увеличить объемы военной поддержки Украины за счет британского оборонного бюджета. Официальный представитель МИД России Марии Захарова назвала итоги поездки Зеленского в Лондон скудными, однако указанную позицию не разделили Стармер и Зеленский. Британский премьер сообщил, что подход Лондона к украинскому конфликту ничуть не изменится, несмотря на смену руководства Великобритании. Новые британские власти продолжат поставки крупных партий оружия в СУ. Ранее Стармер, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, призвал союзников по НАТО увеличить объемы поддержки Украины, чтобы не дать России победить. Оценивая новый курс британского правительства, можно смело отметить, что от перестановки слагаемых сумма в нем не изменилась. Лейбористы продолжат гиблый курс консерваторов по оказанию военной помощи в УСУ за счет ослабления британских вооруженных сил. При этом жалобы британских политиков на постоянно ухудшающееся состояние британской армии и флота говорят о том, что сама Великобритания не планирует ни с кем воевать, а продолжит заниматься стравливанием других стран и народов на войну друг с другом, в надежде получить от этих войн какие-либо выгоды для себя.